Паш, Паш, здравствуйте. О, ребят, доброе утро. А у нас тут новая приключенница. Погнали! Настало время рассказать, куда мы в этот раз отправились. Мы сейчас находимся в Египте. И первое, что нам необходимо сделать, это оформить визу. Хотелось бы, конечно, еще выспаться, но в ближайшее время не грозит. Такая схема, ребят. В общем, берем карточку, вон там, от своего туроператора, заполняем ее. Вон там оплачиваем визу. А, нельзя? Все, по итогу прошли. Оказывается, в аэропорту нельзя снимать. Штраф, все дела, поэтому быстренько спрятал камеру. И теперь ищем нашего туроператора. Так, ну все, Лиза разобралась, ей все рассказали. Теперь ищем наш автобус. За бортом у нас 30 градусов. Когда мы вылетали из Сочи, было примерно 22, прохладненько. Тут 30 и достаточно, не знаю даже, тоже, я одновременно прохладно и жарко. Я даже не знаю, как это объяснить. Вроде чувствую тепло, но в то же время пока еще прохладненько. Может быть, после перелета. Ладно, пока собраться не могу. Поэтому сначала все делаем, потом общаемся с вами. Ну, как обычно, все это и делается. Нас сначала развозят по отелям. И по закону подлости наш отель оказался последним, четвертым по списку. Ну, получается, ребят всех завезли. Мы только вдвоем с Лизой. Едем, как наш называется? Фарон Азур Резорт. Ну, как-то так. Вот, ребят. Ну, хоть посмотрели окрестности. Прикольные отельчики. Пустыненько. А отельчики прикольные, да. Вот Неверленд прям красивый, да? Интересно. Прямо сказочное все. Много фигурок, да-да-да. Прям прикольный такой прям яркий. Надо присмотреться к нему. Ну что, мы приехали заселяться. На ресепшн сразу нам дают номер. Есть свободная бумага. Да, то есть раньше времени. Сейчас у нас сколько? Да, это шикарно. Девять часов доходит. Девять часов доходит, мы уже заселяемся. Дали приветственные напитки. Это очень приятно. Ну, безалкогольные. О, крепенько. Ну что, ребята, теперь нас ждет заселение. Я напоминаю. Отель у нас Фараон Резорт. Фараон Азур Резорт Бич. Что-то подобное. Мы взяли бунгало. За бунгало мы доплатили 2 или 3 тысячи. То есть не простой номер, а бунгало. И нас сейчас на ресепшн спросили, какой вам нужен бунгало. Мы такие, как можно ближе к морю. Это где-то за 500, ближе к 570 бунгало. Нам дали 547. Вот. Сейчас нас парнишка привез. И я вам покажу, как выглядит наш бунгало. Вообще, мне кажется, очень даже хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, заходите. А вы кто? Итак, ребята, вот у нас вот так выглядит бунгало. Сейчас быстренько пробежимся, посмотрим. И потом более подробно, более конкретно рассмотрим каждый из компонентов. Итак, давайте по порядку. Заходим. У нас сразу здесь есть холодильник. В холодильнике есть бутылка воды и спрайт. Две бутылочки и намерзший холодильничек, точнее морозилка. Вот. У нас есть своя кухня. Это офигенно. Мини-бар. Ну, как мини-бар. Максимально большая кладовка. Вот. Водичка есть, но пить мы ее, скорее всего, не будем. Чайничек, чаи, сахарок, кофеек, стаканчики, ложечки. Ложечки не суперчистые. Как бы не минус, но тем не менее. И водичка. Я так понимаю, это вода конкретно для чая. Для чайника. Мусорка. Столик обеденный. Это вещи наши. Итак, здесь у нас, чтобы не навернуться. Здесь у нас зона отдыха. Чилить, расслабляться. Видите, много всяких окон. Но они почему-то как будто снаружи чем-то замазаны. Здесь у нас выход получается... Не выход. У нас окно. За навесочки. Здесь у нас выход на наш балкончик. С балкона выход получается на территорию. Я попробовал эту штуку открыть. Но из-за того, что она черная, а солнце фигачит. Хотя 9 часов. Она прям горячая. Ай-яй-яй. Поэтому туда я выходить не буду. Мы немножко зашторим и посмотрим дальше. Так, телек Samsung. Телек нормальный. Стол каменный. Все отлично. Стулья. Ну, так себе, конечно. Это уже все боссона. Грязненько. Но в целом пойдет. Картинка. Итак. Вот тут я красивый. Но это вы видели много раз. Наша спальня. Кондер только включили. Буквально пару минут. Уже чувствуется небольшая прохлада. Здесь из спальни отдельный выход у нас получается на наш балкон, столик, кровать. Нас спросили, какая нам нужна. Двуспальная или две разных. Мы, естественно, выбрали такую. Здесь у нас окно. Оно тоже открывается. Но там, получается, выйти в него нежелательно. Итак. Тумбочки. Не знаю. Табуретка какая-то. Шкаф. Одеяло. Подушки. Сейф. Здесь у нас вешалки. Восемь штук. У нас только вещей нет. И не будет сколько здесь места. Итак, ребят. Вот так вот выглядит бунгало. На самом деле штука прикольная. Мне очень понравилась. Лизе тоже. Прям рекомендуем. М? Ванну. Ванну. Точно. Ванну забыл, ребят. Посмотрим. Посмотрим еще ванну. Комната бунгало. Итак. Здесь у нас дверь. Плиточка. Вроде все аккуратно. Вот, кстати, здесь, по-моему, ремонт недавно сделали. Потому что прям все аккуратненько замазано. Еще не успели все зафакать и разбить. Зеркало огромное. Это огромный плюс. Вытяжка. Ванна. Не просто душевая. А прям целая ванна. Здесь у нас с вами окно. То есть можно спокойно открыть. Чтобы было проветривание. Вот. Ну и все. Полотенчики. Душ самый дешевый. Немножечко неаккуратно тут сделано. Ну и вот, в принципе, видите, все сами. Биде. Туалет. Душек для подмывания. Теперь я стопудово все показал. Теперь вы о нашем номере знаете не меньше меня. А Лиза уже вещи разбирает. Молодец. Ну что, будем заселяться. Обживаться. И смотреть потом территорию. Что делаем дальше? Итак, мы из... Чуть не сказал Челябинска. Мы из Сочи привезли две шаурмы. Мы сейчас их в холодильник забрасываем. И идем завтракать. Поскольку нас заселили раньше, шаурма, по идее, не понадобилась. Но когда-то ее надо съесть. И сейчас пройдемся по территории. С вами вместе. И пойдем завтракать. Да? Ну как же. На завтрак только красивый. Поскольку у нас осталось буквально минут сорок, чтобы позавтракать. Обход территории будет чуть позже. Могу показать только то, что находится по пути к нашему месту пропитания, скажем так. Так. У нас от бунгала мы идем до лобби-бара. В лобби-баре там находится ресторан, где мы будем завтракать. А вот тут детская площадка. Кстати, прикольно. Жалко я не ребенок. Водоемчик. Водоемчик. Правда, я не уверен, что здесь можно купаться. Да и незачем. Грязный фонтан какой-то. Ну да, фонтанчик как будто прямо из Черного моря. Опа. Это что у нас, цапля? Это кто? Это кто? Ребят, напишите в комментариях, кто это. Это подснежник. Не надо, но это прям перебор уже. Вода прям грязная. Цветет. Смотрите, две цапли впервые. Блин, она прикольная, прям красивая. И такие грациозные движения. Грязные лапки. В принципе, я хочу завтракать. Может быть, у нас сегодня курица на завтрак? Нет, ладно, не будем. Это она начала трепыхаться. Пляжик немного не... Как сказать, не оборудованный. О, это ворона. Это вторая курица. На сегодня на завтрак. Вот у нас проезжают туристы. Там причем смесь российских туристов и не очень. Слушайте, снаружи бунгало из-за река выглядит прям вообще круто. Ближе подходишь, видно, что на скорую руку делали ремонт. А вот, мы теперь знаем, что здесь плавать нельзя. Это что-то типа для красоты? А то та цапля, которая была там, нас сожрет нахрен. Пальмы. Чем-то напоминает Сочи. А если ты цапли дашь рыбов? Рыбу? Цапли? Мне кажется, на следующий день здесь будет много цапель. Она нас не пропустит покопаться? Думаю, нет. На самом деле, знаешь, немного хочется больше зелени, да? Ну, хотя, я думаю, здесь, в принципе, и с этим большая беда. Это невероятно вообще. Интересно, откуда бьет вот этот фонтан? У них же проблемы здесь с водой. Теоретизация? Надеюсь, нет. Вот такая вот у нас тут обстановочка. Смотрите, много цветов. В принципе, травы, деревья. Но все равно почему-то хочется больше зелени. Я привык к Сочи, да. Прям круто, очень красиво. При том, что нам гид рассказал, что они перерабатывают морскую воду в пресну, а это очень дорого, чтобы хотя бы этот отель озеленить. Да, на самом деле, мы у гида спросили, откуда они берут воду. Он сказал, два варианта. Либо у них есть водопровод из Луксора. Они гонят воду, это 250 километров. Либо перерабатывают морскую. То есть два варианта. Но при обоих вариантах лучше ее не пить, а пить минералочку. Вот такие дела. Мы как раз проходим сейчас мимо бассейна. Завернем немножечко показать. Вот вроде бы всего 9 часов утра. А уже припекает. Как минимум в черной одежде, в темной футболке. Здесь уже напряжненько. Ты заметил, что нет такой влажности? Да, но влажности нет. Прям сухо, прям чувствуется разница. Влажности раза в три меньше, по-моему. У меня такое ощущение, что после Сочи мы когда летели в самолете, у меня даже пересохло в носу, знаешь, и во рту. Конкретно в самолете. Очень старенький, наверное. Да. Притом, когда мы смотрели видео у отеля, было все намного хуже, мне кажется. Сейчас как-то облагородили, что ли. Ремонт. На самом деле, когда мы смотрели обзоры отеля, было не хуже, а просто камера, на которой они снимали, была хуже. Она меньше контраста передавала. Поэтому выглядело все не так круто. Я надеюсь, диджайка Action 4, не GoPro, передает лучше обстановочку. Бассейн такой достаточно скромненький. Детская зона маленькая, но в целом, благодаря этому, я уверен, что здесь детей будет меньше, чем в том же самом Неверленде. В самолете. В самолете. Кстати, вот сегодня прямо по классике жанра. Передаем привет тому ребенку, который орал просто час. Не переставая. Разбудил всех. Там уже все нервничали, ходили, стояли, подходили, разбирались. Причем не маленький. Года 4-5 где-то. Просто орал. Вот. Это у нас, я так понимаю, корпуса. Пока не могу сказать точно, какой это корпус. Вон центральный корпус и за ним следующий. Пока до конца не разбирались в обстановке, потом конкретно, наверное, покажем вам, может быть, даже отдельное видео запишем по отелю. Но сейчас вот так вот. Первое впечатление. Рассказываем. И показываем. Реально, как будто Брюс Уиллис. Какого возраста. Вы заметили? На мгновение. Реально очень похож. Потому что все самые крутые люди глысые. Не знаю, я думаю, здесь пройдем тоже. Я думаю, сейчас за полчаса доберемся. Смотри, вон там вот больничка. В той части. Там же зона выступления, я вижу. То есть сидячие места, столики и платформа, на которой выступают. Жара очень комфортная в плане пока 9 утра. Любимая, она комфортная в 9 утра. Что-то мне подсказывает, что через пару часов мы уже будем красные, как раки и недовольные. Поэтому пока все хорошо. Уже хочется снять футболку. Но это опасненько. Ребят, проговаривать не буду. В принципе, видите, все сами. Здесь у нас вкусняшки. Да, вкусняшки и Лиза. Лиза всегда там, где вкусняшки. Так, тут у нас с вами яйца. Там бобовые. Здесь у нас тоже бобы. Так, тут у нас сахарная пудра, соусы, блинчики. Отлично. Ага. Там у нас египетские бобы тоже, сосисочки с овощами. Здесь у нас молочка, йогурты, манговый, клубничный, натуральный, с мюслями. Ну и в целом здесь сидят люди. Вот. На меня, как обычно, все смотрят как на идиота, потому что я с камерой. Некомфортно, да и хрен с ним. Так, тут у нас специи, сыры, овощи, маленькие лаймы. Тут у нас халва, мед, всякие добавки и нарезочка. Вот примерно как-то так у нас выглядит завтрак. Будем думать, что будем есть. Надо побольше белка. Итак, Елизавета, распаковка. Омлет вообще еле нашел. Две штуки. Оладушки. Пробуем колбаску. Сыры. Это у нас томаты с моцарелла. Классика жанра. Что-то сладенькое. И венские вапли. Фалатель. Будем, в общем, все пробовать. Лиза еще взяла халву. Что у тебя там? Да у меня ведь то, что увидела, первое попало. В принципе, не так много запрещенки, поэтому бояться нечего. Хотелось вот это бы изначально. Да, если бы сразу омлет нашли, было бы все проще. Сейчас все это попробуем. И потом расскажем, насколько это вкусно. Впервые пробую фалатель. В принципе, я не зря недолюбливал веганов. Вроде бы прикольно. А вроде бы нафиг оно надо. Вкусно. Попробую рассказать про завтрак. Попробовали много чего. Мало что доели. И сделали некоторые выводы. Вообще, в первые дни ты набираешь много и очень много выкидываешь, как бы оставляешь. По причине того, что не знаешь, насколько что вкусно. Можешь взять. Оно кажется совсем не очень. Вот. Для себя я подчеркнул, что можно брать омлет. Кстати, его проблемы найти. Оказывается, он делается на улице. Мы стоим. Я просто разу 3-4 обошел. Все вокруг пытался понять, где делают люди омлет. Потому что мимо меня проходили с омлетом. Оказывается, на улице. Вот. Оладушки. Ну, тесто так себе, но есть возможно. И вот клубничный джем. Также фалафель, как это ни странно, тоже не плафей. Кофеек Лизе не понравился. Я пил яблочный сок. В общем, еда такая специфическая. Но есть можно. Выжить здесь точно получится. Посмотрим, что будет на обеде. И потом в дальнейшем на ужине. И Лиза у нас потерялась. Отличное начало отдыха. После завтрака подошли на ресепшн. Потому что здесь есть интернет. Сейчас постараемся узнать, сколько будет стоить Wi-Fi в номер. Он за отдельную плату. Я думаю, если меньше 20 долларов, то, наверное, можем позволить себе. Если дороже, то, ну, дороговато будет. Решили рабочие вопросы некоторые. Также оформил на сегодня массаж Клеопатра. 20 долларов на человека. Оформлял через Travel24. Есть такая организация. У них есть канал на YouTube и так далее. Мы смотрели обзоры на отели и многое-многое-многое. Посмотрим, можно ли им доверять. На завтра также заказал экскурсию в Уксор. За нами заедут в 5.05. вот в 5.05 и мы на везение уедем в Уксор. Вот такие дела. О всем дальнейшем будем сообщать по мере возникновения. Сейчас узнаем по поводу Wi-Fi. Закажем ланчбоксы на завтра, чтобы взять с собой еду, перекус. Вот. И в номер и на пляжик. Посмотрим. Может даже поплаваем. Как-то так. А еще, а еще, а еще. Мы заказали египетские фунты. Поскольку напрямую курс 1 к 3 примерно, мы заказали плюс-минус 1 к 2. У нас тут московская биржа обвалилась как раз ввиду последних событий, поэтому курс немножко поднялся, но тем не менее это будет намного выгоднее, чем если менять в банкомате либо здесь. потому что 3 рубля 30 копеек стоит 1 фунт. Это официальный курс правительства Египта, а мы купаем за 2.40 получается. Ну, то есть примерно рубль выигрываем на фоне всего этого. То есть примерно 30%. Вот такие дела. Обмен также через менеджеров Travel24. Надеюсь, эту информацию можно произносить. они подъедут до массажа. Массаж у нас будет в 2 часа. За нами приедет трансфер. Обмена валют приедет где-то в 13.30. Вот такие дела, ребят. Ну, и за компашку немного поснимать отеля. Это у нас главный вход. Там люди, наверное, ждут экскурсии. Кто-то уже, видимо, на выезде. Вот такая вот пирамида. То есть мы не успели попасть в Египет, как уже находимся в пирамиде. А вот какое-то восьмое чудо света. фонтанчик. ВДВшники сегодня не купаются. И тут у нас ресепшн. Будем решать вопросики. Вот как раз у нас тут клиника, про которую я говорил. 2-4 часа. Здесь идут различные выступления, мероприятия. Скорее всего, вы слышите сильный ветер, поэтому много говорить не буду. Бассейн с другой стороны и мы идем в номер. В общем, постараюсь прикрыть от ветра камеру. Узнали Wi-Fi на один телефон 17 долларов на 7 дней, на два телефона 28 долларов. Вот такие дела. И мы так поразмышляли, но в основном будем в разъездах, либо на басике, либо на море, либо на экскурсии, поэтому не сильно-то не надо. А вечерочка можно прогуляться и сюда, на рецепт. Как-то так, ребят, короче. Все, проходим через бас и идем в направлении нашей комнаты. Будем готовиться купания. Собрались. Я взял маску, ласты, вот эта хрень, которую забыл повесить, и мы направляемся на пляж. Прикиньте, вот мы дошли только до столовой и обратно, а взъем на голени у меня чуть ли не сгорел уже, сразу почернел. Поэтому самые неопытные места на теле я намазал полтинничком, и мы идем. Вообще жара, вообще только 11 часов. У нас буквально есть час, чтобы потусить на пляже, главное за этот час не сгореть, потому что нам потом на массаж. Я взял маску, взял ласты, попробуем понырять, покупаться. Вот. А вон у нас и морюшка виднеется. Какое оно красивое, но правда в очках. Без очков пока не знаю. Море это не женское дело, поэтому Лизу оставили. Пойду посмотрю место для купания. Блин, как же тут красиво. до м м м лэй, лэй, м лэй, м эй, м м м м Чилим, расслабляемся На самом деле особо поснимать-то нечего в море Потому что здесь у берега рыб достаточно мало Все возле понтона, там штук 5 только я видел Все остальное Дно, конечно, песочное Но смотреть абсолютно нечего Испробовал вот эту вот маску На все лицо Ну, такое как бы Она вроде бы вначале нормальная Нормальная, потому что пропускать начала То есть где-то тут подтекает, когда ныряешь поглубже И там подтекает, короче, непонятно Вроде можно нырять, но хочется классики Посмотрим, может быть здесь приобрету другую маску А эту кому-нибудь подарю Но пока не ясно Но обидно, что рыб нет абсолютно Вообще, прям совсем Вот, сейчас чилим Попиваем колу Вообще абсолютно в тени лежим Потому что реально пройдет просто до столовой и обратно Уже нахрен сгораешь И готовимся Нас ждет Клеопатра Ну, не царица, конечно же Хотя моя Клеопатра здесь рядышком А массаж Клеопатры Вообще прикольно Здесь воздух сухой Ветерочек И как бы вроде бы не жарко И не прохладно И вообще классно Вода тут достаточно теплая Может быть, ну легкий Малейший дискомфорт в самом начале А потом прям классно Можно реально час плавать Просто не выныривая Правда, смотреть жалко не начать Я не знаю, как так девушки едят Но Лиза снова хочет есть Поэтому пришлось сюда Подойти за едой Так, обед у нас обычно происходит на пляжике Как раз таки Здесь всякие Рис, мясо, картошка фри Подливы, курица Пиццу делают И мы сегодня берем пиццу Более подробно я запишу чуть позже То, что здесь есть А сейчас нас ждет пицца Ту-пицца Ребят, только сейчас заметил Что снимаю в 10.80 Поэтому дальше с этого момента Видео будет уже в 4К Фига Ну вот, то-то же Теперь точно 4К Зуб даю У меня просто есть знакомые стоматологи Заходим к нам домой И конечно же Ух, с первого раза получилось И здесь так прохладно Так хорошо Нет, тут холодно Пойдем обратно Холодно Тут реально холодрыга Хотя на минимум поставил Уф Забежали в номер буквально на мгновение Переоделись и бегом бежим Уже немножечко опаздываем Напоминаю, нам необходимо поменять Деньги, рубли На египетские фунты А во-вторых Мы потом сразу отправляемся На массаж Клеопатры Та-да-да-дан 5 тысяч фунтов египетских Обошлись в 12 тысяч рублей А все из-за того, что Московская биржа Обвалилась На днях Вот А так можно было за 10 750 Купить То есть 10 750 За 5 тысяч фунтов Это было как раз за 2 дня До нашего приезда сюда Сейчас мы направляемся снова К шлагбауму За нами должны приехать Трансфер И мы, как я уже говорил Будем делать массажик Клеопатры Надеюсь, не такие чуваки Нам будут делать массаж А то выглядят они очень Грозно Особенно с копьем Немножко дергается глаз Потому что Нам четко написали Что Возле шлагбаума Вас будет ждать такси Вы к нему подходите Ну, то есть Трансфер И они Сами скажут Что едут в СПА И назовут номер Вашей комнаты Вы сам Ни в коем случае Не называйте Чтобы Вас не увезли Случайно в другое место Другие люди Ну, типа Как-то так И мы подходим К этому таксисту И он такой Как бы Что-то шутит Шутит Говорит На своем На нашем И называет Первые две цифры А третью Не хочет называть Почему он не хотел Назовать? Говорит, ты Назови Да, он говорит Мне Типа Назови Ты как бы А я-то свой номер Один хрен знаю Он говорит А я понимаю Что вы знаете Но назовите Вот А я ни в какую Ни хрена И по итогу Мы минут пять Десять стояли С ним Пререкались В итоге Он называет Последнюю цифру А потом Просит меня Показать переписку То есть Подтвердить Что Я указывал Этот номер Ну и все И потом поехали Ух Бомбануло Знатно Хотя горох А не ел Спасибо Давай расскажи Как Обожаю Крокодай Крокодай Здесь Снотворно Я сама Снотворно Все таки Без смотри Больше Подошла девушка Забрала Сто долларов И дала Три браслетика В принципе Это самая лучшая Покупка В моей жизни И каркады А еще Каркады налила Это определенно Лакшери А знаете ли вы Что Лиза Скоро будет В кокосике Лежать В кокосике В кокосике В кокосике Ну Хотела Всю жизнь В кокосике Полежать Посмотрим Вот Реализуешь Я хочу Поспать Ну Поспишь В кокосике Ну ребят Дальше попросили Не снимать Поэтому Вы остаете Здесь Оу Ребят Вы еще тут Расскажу Позже Сейчас Сидим После Массажа Заполняем Обратную Связь Лиза Сидит И Делимся Эмоциями И впечатлениями Это было Классно Когда Доедем До номера Расскажу Подробнее Надо Немножко Переосмыслить Подумать И Проснуться Однозначно Проснуться Нас довезли До нашего Отеля А теперь Можно И По порядку Все рассказать Как вы знаете Нас Трансфер Встретил Мы Собрали Несколько Человек Получается Семь Еще Сверху Из них Человек Наверное Пять Было Из Челябинска Челябинск Привет Даже Здесь Встретили Своих Однополчан Так сказать Все И знаете Дорога туда Просто какая-то жуть Мы реально Были уверены Что нас везут На какой-то убой Там я не знаю Там в рабство На заработки И так далее Потому что Просто Ничего нет Никого нет Просто пустыня Просто Дорога Просто какая-то Разруха И вот такая Вот Фигня Вот И Как бы В самый последний момент Он такой Заворачивает за угол Останавливается И все Фигак И мы как бы находимся Рядом со спа-отелем Ну не отелем А рядом со спа Спа на самом деле Очень прикольный Все очень понравилось В какой последовательности Все было Сначала Мы переоделись Естественно После этого Нас Завели В соляную Сауну Мы там сидели В девятером Места достаточно мало Вентиляция плохая Жирковато было И пахло Не знаю Солью С потом Смешанными Вот После этого Нас Минут через 10 Выгнали Загнали В сухую сауну Там мы посидели Также минут 10-15 После этого В хамам С ментолом Или с мятой Там сидеть было жуть Глаза не открыть Ничего не открыть То есть такое ощущение Что прям Ну вроде бы И холодок И в то же время Обжигает Ну то есть Интересные ощущения Были в целом После всего этого Мы обмылись В джакузи После джакузи Пенная вечеринка Если можно так сказать А нет Перед пенной вечеринкой Нас обтерли Поскрабировали Мочалками После этого Пенная вечеринка То есть пеной Массаж И нормальный массаж На минут 45 был Массажик в целом Неплохой Когда были в Турции Там был абсолютно ужасный Здесь был ничего Так себе Ну в смысле нормальный И сейчас Наверное К нам будут Приставать Чтобы мы что-то купили Вот Вот такие вот дела Ребят А мы сюда пришли Для чего? Для того Чтобы выбрать Лизе Головной убор Потому что Завтра планируем Поехать в Блоксор А головного убора У нас нет Будем выбирать Нас можно поздравить С первой покупкой Елизавета взяла Себе Вот эту шляпу Покажи 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 Надо показать Зрителям Ну она ужасная Ну это не важно Надо показать Если бы я свое Не забыла Вот эту паяль Вот такую шляпу Мы взяли Первоначально Стоимость Выдвинули В 12 долларов Мы такие Ой нет Все И на выход Короче Он такой Сразу Оп Скидочку Скидочку И мы сделали Главную ошибку Назвали Свою цену А надо Ломать их Чтобы они Назначали И мы поставили В 5 долларов Грубо говоря Мы взяли ее За 450 рублей Хотя в принципе Да ну нормально За 450 норм Нас удовлетворяет Вот с первой покупкой Первый день В Египте И возвращаемся В наш Отель Нас там должен Ждать Ужин И ветерок Скажется Вы это Слышите Да Однозначно Слышите Интересно Что же будет На ужин Сможем ли мы Что-то поесть Что Я имею ввиду Что-то нормальное Будет или нет Хрен его знает Давайте еще немножко Покажу Относительно Территории Нашего отеля Вот здесь Как заходишь Слева от шлагбаума У нас парковка Здесь идет Аллея У которой 12 воинов Стоит Вот они Как раз здесь Я так понимаю Они нас охраняют Это у нас Сесурити Вот А справа У нас теннисный корт Кстати На этом теннисном корте Два года подряд Проходил Чемпионат мира По теннису В Египте Шутка На этом теннисном корте Играть в принципе сложно Но возможно Может быть Сможем даже добраться Вот Ну а дальше Вы уже все видели И мы сейчас В главный Центр В главное здание Интернет И ужин Последний рывок На сегодня Просто с трудом Взяли себя в руки И идем на ужин Во-первых После обеда Не хочется кушать Ну мне по крайней мере Лиза хочет кушать А во-вторых Из-за того Что у нас был Ночной перелет Безумно хочется спать Я просто иду Прямо И мне кажется Медленно моргаем Между каждым шагом Но Перекусить Надо И лечь пораньше Тоже надо Потому что Я подтвердил И забронировал Луксор На завтра Вот так-то В 5 часов утра За нами приедут И мы На протяжении 5 часов Будем ехать До Луксора Вот такие ребята Дела А на закате Это озерцо Выглядит Как-то по-особенному Более романтично Более интересно Или может быть Мне это Кажется Потому что На мне очков нету А в очках Другие цвета Абсолютно Мы решили В общем Попробовать Вот так У нас тут Макарошки Овощи Всякие Запеченные Сырые Мяска Лиза Там булгур Мясо Овощи И немного Вкусняшек Что это? Лиза Шах Что? Проехали Это булгур Короче Хотела выпендриться Но не получилось Ладно Макарошки Вообще Обычные Розбит Прикольные А вот мясо На углях Сделано офигенно Очень вкусно Пока что Это то что я попробовал С розмарином Кстати Лиза попробовала Баклажаны Говорит что хуже Ничего в жизни не ела И вообще И вообще У них талант Тортить баклажаны Значит Пока я тут Ем овощи Лиза тут Приносит Нелегальщину Что это? Мороженое Мороженое Расскажи Где какое Я-то понимаю Это пломбир Это шоколадная А здесь клубника И Будем надеть Что манго Манго Которые еще не Которых еще не сезон Да? Ну Ребят будем пробовать Посмотрим сейчас Смотрите 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 Как точат Потом Когда вернемся В Сочи Будет подведрить Тренировки в день Я все твоему тренеру Расскажу И камера Медлит Левачит Хотя Он уже Все знает И у него тоже Сладочка увеличивается Кстати Да Я тоже Своему тренеру Расскажу Что у меня Складочка увеличивается А еще Что здесь дети Опять орут В руке У него кола В другой руке Как бутылка колы Да Ребят Мы купили Бутылку колы Чтобы завтра При поездке В Упсор У нас было Что-то пить Помимо Воды Простой Вот И посмотрите Какая здесь романтика Так и хочется Немножечко Потанцевать Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры